Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день Церковь вспоминает исторически очень значимые события. Окончание строительства храма на месте гроба Господня в Иерусалиме. Это был 335 год, 30-й год правления равнопостального императора Константина. Когда его мать царица Елена уже к этому времени много путешествовала по Святой Земле, основала строительство многих храмов. И вот был заложен храм грандиозный на месте распятия и воскресения Господа Иисуса Христа. И 10 лет продолжалось его строительство. И в этот день, который как раз пришелся на окончание Тирского собора епископов, храм был закончен к этому дню и было освящение храма. И следом за этим на следующий день было уже воздвижение Креста Господня. И в последующие годы, вот этот день сегодняшний, он праздновался даже больше, чем воздвижение Креста. Потому что окончание строительства этого храма, который был построен той самой властью, которой около 300 лет гнала христиан, гнала церковь, и, наконец, смирилась и признала христианство религией дозволенной, а потом даже стала и государственной. Это было великим знаком победы христианской жизни в истории. Эта победа не была достигнута силой оружия или политической пропаганды, чего-то в этом роде, а только благочестивой верой христиан, благочестивой жизнью христиан. И вот эти две заповеди, которые Господь говорит, самые главные, когда Он спрашивает, какая главная заповедь в законе? «Воззубишь у Господа Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей и ближнего твоего, как сам себя». И вот христиане свято хранили, и их образ жизни был замечательным отличием от образа жизни окружающего языческого мира. Благочестие, помощь друг другу, добросовестная работа, добросовестный труд, образование – все это христиане усваивали, и в этом отношении показывали замечательный пример. И вот ран апостол Константин, как государственный человек, он увидел, что государство будет разрушаться, если оно лишит себя, будет, так сказать, преследовать, изгонять этих людей, и, так сказать, уничтожать то добродетельное начало, которое и создает христианскую человеческую жизнь. И соответствует предназначению человека – созидать мир вокруг себя, как с самого начала и было сказано Адаму во второй главе книги «Бытия» – возделать и хранить тот Эдемский сад, тот прекрасный мир, в который Господь его помещает. И вот это, конечно, этот праздник для нас замечательный знак, который совпадает со многими же событиями, которыми мы были не только современниками, но и участниками. Я имею в виду то, что это престольный праздник вот этого нашего северного предела, который был построен именно в изменовании этого праздника, в котором мы начали служить в этом храме после того, как он был закрыт в течение 60 лет, и возобновили служение именно здесь, вот в этом пределе, в этом алтаре. Для нас это тоже знак победы христианского мировоззрения, христианской жизни. Не столь, может быть, яркой, как это было в первые три века, но гонения в советское время тоже были достаточно жестокими. Когда мы на отпуске читаем памяти святых, практически в любой день мы видим пострадавших мучеников либо в 1818 году, либо в 1837, либо в 1838, в 1842 и другие годы, начало 30-х годов. То есть вот мученичество, твердость христиан, твердость, верность своей вере во Христа, она все-таки сохранилась и понудила, так сказать, государство признать это очень важной составляющей государственной жизни. И Михаил Сергеевич Горбачев, честь и мои хвала за это, он радикально изменил отношение к церкви. И это совпало также и с другой датой, тоже такое большое число совпадений, тоже как-то не случайно, с тысячелетним крещением Руси. И как раз для него наступление этой даты стало поводом к тому, чтобы изменить отношение христианской церкви вообще к религии в России. Так что это вот такое замечательное событие. И, конечно, сегодняшнее евангельское чтение об исповедании Петра говорит нам о том, где люди брали для этого силу, что стало причиной победы именно вот этой веры, именно вот этого образа жизни, о котором нас учен Господь. Как и говорится в одном-другом месте Евангелия Таана, что слушающий Слово Божие и верующему, пославшему мя, он не приходит, он переходит от смерти в жизнь. На суд даже не приходит, а перешел уже от смерти в жизнь. И это вопрошение Иисуса очень важно, конечно, не только для апостолов, для них это явилось в укреплениях веры и обозначения, так сказать, направления их жизни, их служения. Но и для каждого из нас, за кого ты почитаешь Христа? Только ли за благочестивого Учителя, какого-то вот такого интересного персонажа прошлого, истории и так далее, или действительно тот, кто определяет все наше направление, Сын Божий? Об этом спрашивал Иисус учеников, и они говорили, что вот люди, почитая, кто за Илью, кто за Пророка, какого еще что-то, еще что-то, но в общем, какого благочестивого человека. А вы, за кого меня почитаете, задает Господь вопрос ученикам своим и, конечно, каждому из нас. И Петр ему отвечает обдохновенно, ты Христос, Сын Бога Живака. То есть Христос – царь, помазанник на то, чтобы тебе править миру, а людям идти за тобой, тебя слушаться. Ты главный, ты самый первый царь. Причем это было сказано, когда римский император владел огромные территории, от Гибралтара до Индии, и миллионы людей подчинялись власти Рима. А тут Петр говорит, ты царь, ты Христос, ты помазанник, ты самый первый из всех властителей мира. Это очень важное исповедание. Когда человек, принимая крещение, то и перед чтением символа веры, как раз священник спрашивает его, сочетовался ли со Христом? Сочетовался. И веруешь ли ему? Верую ему, я ко царю и Богу. Это не только Богу, но царю здесь, на земле. И вот Петр говорит, ты Христос, сын Бога Живана. А что отвечает ему Господь? Блажен ты, Симон, сын Иоанн, потому что они плоти и кровь открыли тебе, а Отец мой, который на небесах. Очень важны для нас слова, потому что они нам открывают огромный простор для размышления о нашей человеческой природе, о нашем человеческом призвании, об источнике познания. Не плоти и кровь тебя открыли. То есть не человеческое разумение, а плоти и кровь – это, собственно, такая идиома, обозначающая человека. А Отец мой, который на небесах. Вот два источника знания для каждого из нас. Тот, который мы сами добываем, своим трудом, своим размышлением, и то, что нам открывает Господь. Открывает нам, как это ни удивительно, не только вопросы духовного мира, духовной жизни, религии, открывает в обычных вещах, где-то происходит перекрывание. Ну, все известны такой факт, что Менделеев увидел свою таблицу во сне на периодическую систему. Вот, что говорит о том, что даже когда человек в таком материальном поиске, объяснении окружающего мира, то здесь тоже Господь через Духа Святого открывает ему важные, фундаментальные истины. И здесь источник имеет познание Бога, что Господь Сам открывает не только Петру, но и каждому из нас. И именно это и становится той силой, которую обретает человек, когда он доверяет Богу и слушает Его Слово, размышляет над этим, и благодаря Святаго Духа, Господь входит в сердце человека и открывает ему, как поступать, как в жизнь, что есть добро, что есть зло, что хорошо, что плохо. Поэтому мы с вами должны все время помнить вот об этом источнике познания в духовной жизни и в жизни вообще для каждого из нас. И Бог говорит в тишине, в молчании. Нам очень важно иметь эти минуты молчания, важно вслушаться, вдуматься в Слово, не просто быть увлечеными какими-то многочисленными, так сказать, интернет, телевидение, футбол, там, фаук, праздники, праздники, все. Все это неплохо, конечно, для человеческой жизни. Но источник вот этот, источник Господь. Давайте вот и нашей жизни в сегодняшний день, прежде всего, конечно, благодарить Господа за это место, за этот храм, за этот предел, за этот праздник, за то, что Господь открывает нам через Своё Слово, через историю, столько знаков замечательных Господь даёт, что все эти события не случайны. Нередко человек спрашивает, взаёт вопрос, ну почему Бог не говорит так ясно о себе? Вот я, вот Господь, вот мне надо слушать, как всё хорошо было бы ясно. Как знак соревновал, и всё было ясно и понятно. Он как-то так прикровенно, так сказать, в мире. Это ведь для того, во-первых, это, конечно, тайна. Мы не до конца не можем это объяснить, почему так. Вот так Господь избрал такой путь для мира и для человека. Но, с другой стороны, мы всегда можем сказать, что это для того, чтобы мы сами делали усилия, чтобы мы сами именно открывали в себе вот этот, так сказать, рецептор познания через веру, через благодать Божию. Открывали для себя. А Бог даёт очень много внешних знаков, свидетельств. Не доказательств, а свидетельств. Очень много. Вот все эти совпадения, о которых я говорил сегодня, вот именно вот этот престол в честь воскресения славучего, вставление храма, раскрытие этого храма, начало служения, изменение отношения государства к церкви в России и так далее. Давайте об этом помнить, благодарить Господу и радоваться в этот замечательный день, когда мы именно соединяем события нашего сегодняшнего дня с воскресением Христа, изменившего весь мир и каждого из нас. Только бы каждому из нас это понять и за этим следовать. Аминь. Продолжение следует...